Не так давно в нашем городе открылась новая Сибирь-арена, а сегодня здесь второй день работает ресторан Дениса Иванова. Теперь вы можете купить билет и не только насладиться игрой любимой команды, но и вкусно поесть прямо во время матча. Рестораны Дениса Иванова – это крупная ресторанная сеть новосибирской Москвы, которая работает на рынке с 2003 года. Не случайно именно его команда выиграла аукцион, чтобы открыть свое заведение на новой Сибирь-арене. Поскольку у нас огромная, большая компания и у сотрудников, у менеджмента есть опыт организации работы на таких спортивных мероприятиях, нам, наверное, было проще всего это сделать. Поэтому я думаю, что в Новосибирской области сейчас не очень много способных организаций подобного рода больших мероприятий. В 2014 году Денис Иванов был руководителем департамента по организации питания у комитета Сочи-2014. Также он организатор проекта «Русский дом» на зимних Олимпийских играх в Ванкувере. У бизнесмена более 40 заведений в Новосибирске и Москве, но ресторан на Ледовой арене – это совершенно новый проект для его команды. Мы сейчас пытаемся взаимодействовать для того, чтобы настроить необходимое с точки зрения меню и того, что людям хотелось на самом деле здесь попробовать, приходя на стадион. Поэтому это не то, что мы приходим с каким-то готовым продуктом, это всегда взаимодействие, отражение вкусов людей, которые приходят сюда для того, чтобы в хоккей посмотреть и хорошо провести время. Сейчас ресторан работает в режиме фуршетного стола. Болельщики уже могут купить билет сюда на официальном сайте хоккейного клуба «Сибирь». Меню заведения команда будет формировать постепенно, опираясь на предпочтение посетителей. У Дениса Иванова есть предположения о запросах гостей, но какой будет итоговая концепция ресторана, покажет время. У нас, пожалуй, самый хоккейный город. Мне удалось побывать на многих аренах. Я абсолютно точно могу заявить, что Новосибирск – это, пожалуй, лидер по качеству и по количеству болельщиков. И сегодня появилась такая опция у людей, как прийти в ресторан и полноценно провести время. Причем это такая опция не только выходного дня, но и на все игры. Тем более игры обычно начинаются позднее, в 19.30. Люди уставшие после работы, голодные. Им не нужно там, не знаю, где-то на ходу выхватывать что-то, прийти и цивилизованным образом провести время. Замечательная идея. Я очень рад, что у нас наконец-таки это появилось. Это единственное место, которое можно посетить с ребенком. Это удобно, комфортно. Это разные зоны шумового давления. То есть, акустический комфорт внутри есть. То есть, если вдруг ребенок начал капризничать, можно пойти внутрь. Там достаточно комфортно, очень лаконично, удобно и достойный продукт за свои деньги. Меню достаточно приличное. То есть, все стандартные угощения хорошего ухода.